Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер, главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лечение на расстоянии, трансляция хирургических операций, обучение онлайн, мобильный мониторинг с места происшествия уже давно взяты на вооружение в мировом и российском здравоохранении. Самарские клиники активно работают в режиме телемедицины, обмениваются данными исследований для постановки более точного диагноза. Получается, такой электронный консилиум – это одно из основных направлений медицины на расстоянии. Олеся Корецкая вникла в детали. Телемедицина – относительно новое направление в здравоохранении, но развивается быстро. За пять лет установилась плотная взаимосвязь между всеми поликлиниками и больницами Самары и области. За считанные минуты пациент в глубинке может получить консультацию от специалиста крупного медицинского центра. Шесть тысяч консультаций на расстоянии провели врачи областной больницы Середавина. Специалисты районных и центральных больниц обмениваются рентген-снимками, данными магниторезонансного томографа и кардиографа. Экономится время и нервы как врачей, так и пациентов. Пациент фактически обследуется там, где он находится первично. И его не нужно везти сюда. Иногда это сопряжено и с риском даже для жизни. Первоначально идет оценка клинического состояния, оценка результатов исследований. И тогда уже к врачу-клиницистам принимается решение о дальнейшей тактике лечения. Процесс несложный и уже отработан. Результаты обследований по запросу поступают из районных больниц в крупные центры. Не дышать! С помощью консилиума через интернет врачи помогают не только больным, но и самим себе. В области, как и по всей стране, не хватает квалифицированных специалистов. Телемедицина получила юридическую значимость осенью прошлого года. По закону обмен данными через интернет допускается только между врачами. Вот загружаются изображения и вот эти изображения для оценки. Здесь просмотр и обработка с изображениями. После открывается протокол и дается заключение. Этот протокол будет доступен, вот как в данном случае было, и могут прочитать в Красноярской центральной районной больнице. А вот мечта всех больных, консультация врача дома через интернет, это не медицинская помощь, а обычная беседа. Точный диагноз невозможно поставить через экран, говорят специалисты. В будущем возможно развитие дистанционного обхода, когда пациент на домашнем лечении будет консультироваться со своим лечащим врачом. Сейчас электронные консультации развиваются пока между специалистами. География обмена данными расширяется. На очереди столичные и мировые медицинские центры. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Забыть о бытовых проблемах в больнице в Палате ветеранов войны ставят холодильники, микроволновки и чайники. Ситуация, когда прибор один на весь этаж должна уйти в прошлое. Особенно для тех, кто прошел военные действия. Делают это по проекту «Единая Россия» историческая память. Он затрагивает и районные клиники. В этом году в преддверии Дня защитника Отечества подарки получила больница имени Пирогова. Валерия Макарова подробнее. После Чеченской войны Сергею Фуглю нередко приходится бывать в больницах. Сегодня в его палате появилась бытовая техника. Теперь сделать чай или подогреть еду можно никуда не выходя. Ты просто лежишь, выздоравливаешь, занимаешься своими личными делами, а не думая о том, где достать, где разогреть и где хранить свою пищу. Конечно же, это намного удобнее. Телевизор, холодильник, микроволновка и чайник. Вся эта техника появилась сегодня в двух палатах для ветеранов войны в больнице имени Пирогова. Через каждую из них за год проходит около 40 пациентов. Бывшие военные здесь проводят от 7 до 20 дней. Технику для них установили по проекту «Историческая память». Его учредила партия «Единая Россия». За год, что действует проект, кондиционеры и холодильники появились в восьми палатах больниц Самарской области. На сегодняшний день мы получаем достаточное количество бытовой техники. В прошлом году были установлены последние модели кондиционера. И ожидаем, что этим летом будет еще дополнительно поставлено разное оборудование. Переговорили с врачами, с больными, то есть что необходимо. То есть это кондиционеры необходимы летом, естественно. Холодильники, микроволновки. Вот сейчас нужно, чтобы хранить и разогревать продукты. Сделали, что называется, под ключ. Технику привезли, распаковали и сразу же установили. Пациенты такое отношение оценили. С техникой очень удобно. И жить хочется. И долго жить, и счастливо хочется. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Многодетные семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогут решить квартирные вопросы. А по фактам незаконной вырубки проведут проверку. Глава Самары провел прием граждан. Олег Зверев тоже выслушал проблемы жителей. Жилье для многодетной семьи. Юлия Широкина. Одна воспитывает семерых детей. А после пожара оказалась на съемной квартире. За помощью в решение квартирного вопроса обратилась к главе города. На встречу Юлия пришла вместе со свекровью. Професса на вся ее семья, у Юлии Сергеевны, в Октябрьском районе. В этом Октябрьском районе, по улице Мусовского, 17, квартира вторая. Я лично сама туда уже ездила посмотреть, что это за место такое. Место такое, что там раньше был частный дом. Но в 2003 году случился пожар. Я вам хочу сказать спасибо за то, что вы с губернатором всегда вместе. Это очень радует. Семье предоставят трехкомнатную квартиру из маневренного фонда. Но перед этим жилье отремонтируют. А дальше вместе с областным правительством будет решаться вопрос о том, чтобы семья получила квартиру на постоянной основе. Определяйтесь по дате, когда будет возможно съездить, показать, наверное, понедельник-вторник. Понедельник-вторник. И дайте предложение по срокам ремонта косметического. Параллельно оформляйте документы и дайте предложение по стоимости трехкомнатной квартиры. Наверное, трехкомнатная нужна будет, если говорить о покупке. Кроме квартиры, семье помогут устроить старших сыновей на более высокооплачиваемую работу. По поводу жилищного вопроса для ветерана войны обратилась еще одна жительница Самары. Ей тоже помогут его решить. А вот Николай Иванович Грак обратился как общественник по вопросу благоустройства в промышленном районе. Уже не первые десяток лет он ведет войну против беспорядка на улицах. За это время папка с документами превратилась в чемодан. На моем повороте, где 99 берез, я сам лично вырастил, были под ноль снесены, они за день ночи ставят киоски. Шурму поставили, фотографии есть, парень я лично вызывал, пивнушки, шурму, бусруму, подтверждающие все документы, все снимки, все есть, все до вас было, до вас. Все вы поубирали. Администрации района дано поручение провести проверку и на месте разобраться по всем фактам. А пожелание Николая Ивановича, чтобы его микрорайон, Приволжский, преобразился к чемпионату мира по футболу. И весь промышленный район тоже. Впрочем, сейчас начинается год масштабного благоустройства Самары. И вот такие общественники могут оказать неоценимую помощь. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Почти 200 домов сразу в трех районах Самары чуть было не остались без тепла из-за аварии на Безымянской ТЭЦ. С отоплением в квартирах пришлось снизить до минимума. ЧП, оно случилось в субботу, устраняли совместными усилиями городской и районных администрации, МЧС и энергетической компании. Алина Чемерес восстановила хронику инцидента. Сбой в работе оборудования Безымянской ТЭЦ произошел в 8 часов утра в субботу. В зоне действия аварии оказались 182 дома, почти 10 тысяч жителей советского, кировского и промышленного районов. Отопление в квартирах не отключали, батареи работали на пониженном давлении. В каждом из трех районов был создан утром штабы. Штабы оперативно отработали и пошли вместе с управляющими компанией обходить по домовой обход. Мы фиксировали температуру, которая понизилась немного. Социально значимые объекты, которые также попали в данную зону, были взяты под контроль и понижение температуры ниже 20 градусов не допущено. К обеду технические неполадки на ТЭЦ устранили, провели восстановительные работы. Тепло возвращалось в квартиры постепенно, до 18 часов в субботы. Причины технологического нарушения будут расследованы, комиссии зафиксированы. Если произошла коммунальная авария, в квартире отключили отопление, в городской администрации и МЧС советуют самарцам звонить на телефоны горячих линий, указанных на экране, и сообщать обо всех ЧП, чтобы работа по восстановлению тепла шла быстрее. Алина Чемерис, Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Более 60 тысяч поддельных купюр выявлено в банковской системе России, сообщает Центробанк. Какие банкноты подделывают чаще всего, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В начале недели нефть дорожает. За один баррель дают 56 долларов 30 центов. Валюта тоже прибавляет. Курс на 21 февраля. Доллар 58 рублей 9 копеек, евро 61 рубль 69 копеек. Золото стоит 2300 рублей, серебро 33 рубля 54 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 70 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 1 копейку. Больше 60 тысяч поддельных рублей выявлено по итогам года в России. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры. На втором месте банкноты номиналом в одну тысячу рублей. Резкое снижение покупательной способности больно ударило по производителям премиального алкоголя. Средний класс перешел с виски на водку. Именно на нее теперь приходится 85% российского рынка крепкого алкоголя. Автоваз планирует сокращать 740 сотрудников, которые не заняты на основном производстве. Это примерно 2% от общей численности персонала предприятия. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре у трамвая на ходу отвалилось колесо. ЧП произошло на пересечении улиц Юных Пионеров и Советской. По словам очевидцев, работники ТТУ пожаловались, что такое происшествие они видят впервые за 20 лет. Обошлось без пострадавших. Движение трамваев на некоторое время было остановлено. Автоваз с сегодняшнего дня вернулся на пятидневный режим рабочей недели. Последние 4 месяца там работали 4 дня в неделю. На такие меры предприятие пошло для того, чтобы не сокращать коллектив в условиях снижения спроса на российские автомобили. Кроме того, сегодня на Автовазе начал работать индустриальный парк. В него вошли бывшие здания Волжского машиностроительного завода и другие площадки Автоваза. В течение 2017 года в структуру нового подразделения передадут еще несколько объектов. В зданиях разместятся новые производства Автоваза. Сегодня завершается прием заявок для участия в акции «Где родился, там и пригодился». Из 35 муниципальных районов и малых городов региона поступило около 800 заявок. В ближайшие дни на сайте появятся рассказы обо всех молодых специалистах. Участниками акции стали представители самых разных профессий – врачи, учителя, агрономы, инженеры, механизаторы, библиотекари и многие другие. С 27 февраля в школах области начнутся классные часы, на которых молодые специалисты расскажут старшеклассникам, как они выбирали профессию и почему решили остаться на малой родине. На региональном этапе конкурса в сентябре в финале встретятся 12 самых активных участников, один из которых получит звание «Лучший молодой специалист Самарской области-2017». Центр занятости на улице 22-го партсъезда временно поменял адрес для приема граждан. Предоставление всех госуслуг для жителей Кировского, Советского и промышленного районов будет временно осуществляться по адресу улицы Фрунзе, 115, на пересечении с Некрасовской. В случае неявки следует сообщить о причине по телефону, который вы видите на экране. 23 февраля в Самаре отметят День защитника Отечества. В 11 утра цветы к вечному огню на площади славы возложат первые лица региона, командование 2-й гвардейской общевысковой армии, ветераны, представители общественных организаций. В 12 часов у монумента Ладья состоится большой казачий праздник в программе развертывания этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов. А в 9 вечера у Ладьи состоится праздничный артиллерийский салют. Не просто понедельник. Сегодня первый день масленицы. Называется он «Встреча». В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. В стрину верили, чем дальше катится сани, тем лучше будет урожай. И соломы делали чучело масленицы, одевали его в старую женскую одежду. Затем это чучело ставили на снежный горец, который и начинал с катания на санях. В Самаре на главной городской площади уже установили куклу маслен огромного размера. Даже выше новогодней ели. Завтрашний день, вторник, называется «Заигрыш». В этот день приняты были веселые игры. Главное блюдо праздника – блины. На Руси они появились более тысячи лет назад. За это время запретено множество способов их приготовления. Если у вас есть уникальные рецепты блинов, выкладывайте их в соцсетях. С хэштегами «Самары ГИС» и «Масленица Самара». Итоги подведем в понедельник, 27 февраля. Победителей наградим вкусными и приятными призами. А лучшие фото и ваши рецепты мы покажем в программах «События» и «Точка.ру». Молодые да ранние самарские школьники, студенты попробовали свои силы в тележурналистике на 16-х «Дельфийских играх». За работой юных коллег наблюдал Сергей Ромашов. Дубль раз. Абитуриентка Силоборская Татьяна Головачева выходит из машины и растерянно смотрит по сторонам. Вокруг незнакомая ей Самара. Дубль два. Девочка спрашивает у прохожих, как добраться до Самарского государственного университета. За приключениями Татьяны сквозь объектив видеокамеры наблюдает ее подруга Мария Силкина. Жюри молодежных «Дельфийских игр» поручило школьницам в пылевых условиях сделать безмонтажный сюжет. Ну, в принципе, всегда креативим на таких слетах. Вот буквально недавно глубинка проходила, мы там тоже сделали игровой сюжет, причем получили одобрение. Это вообще здорово. Такие эмоции положительные от всего этого. Столько опыта набираешься, когда работаешь и в команде, и вот это вот все-все-все непередаваемое ощущение. Пока юные корреспонденты снимали сюжеты, жюри изучало домашние задания конкурсантов. Каждая пара участников готовила на «Дельфийские игры» по две видеоработы. На кону возможность побороться за победу уже на всероссийских «Дельфах», которые пройдут в Екатеринбурге в апреле. Хотя само участие в состязаниях уже бесценный опыт. Цель «Дельфийских игр» — это, во-первых, поддержание творческой талантливой молодежи, там же очень много направлений. Это возможность посмотреть на то, чего ты умеешь, чего ты достиг, и посмотреть, чем живут другие люди, которые занимаются примерно тем же. В Самарском дворце детского и юношеского творчества игры проходили в номинациях. Фотография, тележурналистика, искусство воспитания, дизайн одежды. А всего эта интеллектуальная и творческая олимпиада проводится по 46 номинациям. Скоро именно те, кто войдет в областную сборную, станут известны. Сергей Ромашов, Максим Гусев, События. Концертная программа «Самары. Город трудовой и боевой славы» завоевала первое место на фестивале самодеятельного народного творчества, рожденное в сердце России. Призеров наградили на сцене Академического театра оперы-балета на итоговом галоконцерте. Это уже четвертый по счету фестиваль. На этот раз свои работы представили более 5000 участников всех возрастов. Наиболее талантливые коллективы, а это более 1000 человек, выступили на итоговом концерте. Самым юным призером фестиваля стал хореографический ансамбль из Хворостянки, а самым возрастным – мордовский фольклорный ансамбль из Борского района. Фестиваль проводится по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Из его рук победители получили ценные призы. Большой лыжный забег прошел в этих мероприятиях. В эти выходные в Самаре экологическая лыжня – новый спортивный марафон, который обещает стать традиционным. Сотни участников собрались на набережной Волги, чтобы совершить бросок на другой берег и таким образом не только улучшить свое здоровье, но и привлечь внимание к защите окружающей среды. Участников лыжного забега провожала Олеся Корецкая. «Бросай диван, вставай на лыжи. Здоровьем будешь не обижен». Под таким шутливым лозунгом собираются участники на набережной у памятника Григорию Засекину на экологическую лыжню. Внимание к природе неспроста. 2017-й объявлен годом экологии. Это прекрасно, это нас радует, но в то же время это ко многому обязывает. Обязывает что? Беречь природу, беречь воздух, воду, землю, животные, растительный мир. Последние приготовления перед забегом. Участники проверяют экипировку. Здесь и профессиональные спортсмены, и любители. Людмила Ларина ходит на лыжах с детства. Любимый маршрут, как и у большинства самарцев, по Волгскому льду. «Я лыжница со стажем, конечно. Но в соревнованиях более не участвую. Просто с семьей за Волгой ходим часто. Ну, с детства нравится, а потом как бы здоровье. Дом неохота сидеть». «Ну, я здоровый образ жизни, поддерживаю всегда, моржуюсь. И всем рекомендую делать зарядку, поддерживать здоровый образ жизни. Если будет нация здоровой, то, я думаю, всегда будет везде качественно, все хорошо». Экологическую лыжню проводят совместными усилиями Департамента городского хозяйства, коммунальной компании и Всероссийского общества охраны природы. В Самаре сейчас активно ликвидируют свалки, постепенно переводят город на раздельный сбор мусора, следят за его своевременным вывозом. «Чистая планета» начинается с малого, говорят организаторы экологической лыжни. «Мы все-таки в последнее время, кажется мне, что много говорим и мало делаем. И поэтому мы решили оторваться от диванов и сказать жителям, что от нас-то требуется очень немного. Не сорить, не мусорить, облагораживать. И поэтому я очень надеюсь, что мы подарим этой экологической лыжней кусочек чистоты всем жителям города». «Тот человек, который поедет 10-15-20 километров, на мой взгляд, он элементарно не выбросит тот же обертку от конфеты. Он элементарно не закурит и не выкинет окурок на проезжую часть, на территорию, допустим, той же нашей красивой набережной». Трасса всего марафона больше 40 километров. Самые тренированные планируют дойти через Волгу к национальному парку «Самарская Лука» – природной жемчужине Поволжья. Объявляют старт. «Погодка не то, чтобы шепчет, скорее ворчит. Но это участникам Самарской экологической лыжни не проблема. Больше 300 человек отправляются в путь на правый берег Волги». Цепочка лыжников быстро растягивается по всей Волге. Первого участника уже не видно, а кто-то еще только встает на лыжи. Но проигравших здесь не будет. Это тот случай, когда участие в спортивном марафоне и есть победа. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Мастера хоккея клуба ЦСК ВС провели тренировку на открытом воздухе. К ней присоединились и начинающие спортсмены дворовой команды «Космические аллигаторы». Кто победил в товарищеском матче после тренировки, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Иван Кожин за дворовую команду «Космические аллигаторы» играет второй сезон. Сражается за медали на районах и всероссийских турнирах. Ходит на все домашние матчи самарской команды мастеров ЦСК ВВС из высшей хоккейной лиги. Каждую ночь Иван засыпал с мечтой сыграть в основном составе или хотя бы потренироваться вместе с военными летчиками. И вот на пятилетие своей дворовой команды к ним приехали его кумиры провести мастер-класс. У них очень хорошая тактика, играют в пас. Тренировка была очень интересная. Мне больше захотелось играть в него, тренироваться, стать такими же, как они, может быть. К мастер-классу на свежем воздухе тренеры-хоккеисты ЦСК ВВС подготовились основательно. Оделись потеплее. На улице Мороз минус 15. Это не арена Ледового дворца. А дворовым хоккеистам не привыкать. Делали упражнения наравне с мастерами. Профессионалы тренировкой остались довольны. Ребята хорошо двигаются, даже соображают, видно. То есть, ну, активные, будем так говорить, подрастающее поколение для взрослых ребят. Встречи, они необходимы. Может быть, даже где-то и не обязательно на ледовой площадке, да, может быть, где-то за чашкой чая там с тортиком побеседовать. То есть, я думаю, что, ну, ребята, наверное, накопились вопросы своим будущим, ну, своим кумирам. Атмосфера, сами видите, приятная. Хорошо и болельщики пришли кто-то. Ребята со двора, со школы дети. Популяризация хоккея, тем более в таком большом городе, как Самара. Сейчас у нас, в принципе, на подъем, я надеюсь, пойдет все развитие. Автограф и фотосессию молодые аллигаторы оставили на потом. Уговорили военных летчиков сыграть с ними товарищеский матч при одном условии, что голкипер ЦСК ВВС будет защищать ворота дворовой команды. В результате поединком остались довольны все. Победила дружба. 2-2. Сражались после нас. В ничью сыграли. Достойно. Почаще все это делать. Как можно чаще. Как выходной. Месяц, мне кажется, можно раз в два-три спокойно делать. На час выбраться, ничего сложного. После мастер-класса команды продолжили играть в своих чемпионатах. ЦСК ВВС в профессиональном высшей хоккейной лиге. Космические аллигаторы в любительском. В первенстве Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В том, что все будет хорошо, в минувшие выходные смогли убедиться многие самарцы, пришедшие на концерт певца Митя Фомина. Экс-участник группы Hi-Fi с большой теплотой отзывается о Самаре, которая подарила ему немало приятных воспоминаний. Я подумал о том, что отчего здесь люди очень открытые и очень прямые, потому что здесь такая природа, здесь такой климат, и здесь такая настоящая русскость во всем этом. Россия же везде разная, но мне кажется, что здесь наиболее сосредоточена в этом регионе такая вот историческая русские особенности. Я сегодня просыпался. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!